Уважаемые коллеги, хочу сегодня рассказать вам про Гомовит, про суды с ним. На самом деле, когда я сходил на первый суд, я, конечно, очень удивился. И потом, в течение практически вот этого года, когда у нас шли судебные разбирательства с Гомовитом, я все удивлялся все больше, больше и больше. Ну, понятно, что все видели ролик, в котором я говорил, что Гомовит не лекарство, а среда для культуры клеток, и что это полная ерунда, по большому счету. Но всем понятно, и, конечно, производителям тоже понятно, что это полная ерунда. Они же тоже понимают, что они туда расфасовали. Больше всего меня удивляет, что они же сами понимают, что они туда фасуют. Они же понимают, что они покупают эту среду, они же ее фасуют. Они же видят, что они ее фасуют. Но зачем подавать суд, если ты понимаешь, что про тебя узнали, что ты вот так делаешь. Ну ладно. Ну что, промолчи. Что еще у тебя остается? Нет. Они начали судиться. Больше всего меня удивило, как могло это судебное разбирательство попасть в арбитраж. То есть ответчиком был я и клиника. То есть какое отношение клиника вообще могла иметь к этому делу, непонятно. Я говорю, слушайте, так это же я. А, наши юристы, они пошли и взяли заключение, что то, что я говорю, это как бы мое мнение, и что это я говорю. Я говорю, слушайте, а зачем вы это берете? Я выйду на суде, скажу, это это же я. Вот я, да, так считаю. Это я, да, я. Они говорят, да, нет, надо взять это заключение. Но они взяли заключение эксперта о том, что я в ролике говорю свое мнение. Ну, для меня это непонятно, ну, ладно, взяли и взяли. Но знаете, что было? Суд первой инстанции, он не воспринял это вообще, то есть даже не посмотрел. Вот. И суд второй инстанции уже, он тоже не посмотрел. То есть они просто не приняли этого. И мои слова о том, что да, это я говорю, тоже они не воспринимали. Я думаю, ну, ладно. Вот. Потом суд уже была, когда касация, да, то тогда уже судьи, это единственный раз, когда судьи сказали, ой, так вот же, Владимир Владимирович, а давайте мы у него спросим, он это считает или не он это считает? Я говорю, надо же, наконец-то суд решил узнать, я ли это считаю, что я говорю, или нет. о том, что вы там ветеринарный врач, куча ветеринарных врачей написала свои письма, которые согласны с тем, что ну, не надо лечить гомовитом, что это не лекарство, да, суд вообще на это внимание не обратил. А более того, эти кто, ну, как называют-то, гомовитчики, короче, да, они тоже принесли какое-то заключение о том, что я не понял. То есть, это какое-то заключение о том, что это не мое мнение, что ли, или еще что-то. Вот. То есть, вот такой сюрреализм просто там происходил. Потом, когда уже на последнем, на последнем, ну, судебном разбирательстве такие судьи говорят, слушайте, да, а нам же надо ролик посмотреть. То есть, вы понимаете, что они ни разу, ни один из судей, которые были до этого, то есть, в течение года все эти судебные разбирательства, они даже не посмотрели, что они вообще судят. То есть, они не посмотрели, что находится в этом ролике, да, и даже не пытались, даже не пытались понять. То есть, там несколько минутный ролик, они, который, они, собственно говоря, судили, да, они даже не попытались посмотреть. То есть, это все равно, что, ну, в моем понимании, это полный, полный бред, как можно судить о пациенте, не посмотрев на пациента, да, как можно судить о том, что ты судишь, судишь, да, не посмотрев даже на предмет своего, что ты судишь. Это был просто для меня, конечно, нонсенс. А еще был интересный случай, да, когда судья говорит, ну, точнее, та сторона говорит, что это на канале клиники. Я говорю, да почему на канале клиники? Ну, ну, потому что там ВМ написано. Я говорю, слушайте, ну, вот у меня компьютер, прям достаю судье, показываю, вот видите, у меня компьютер, на нем написано ВМ. Но это же не значит, что это компьютер клиники. Это же мой компьютер. То есть, это мой компьютер, я на свой компьютер, или вот здесь написано ВМ, да, понимаете? То есть, ну, это может быть моя кружка, а может быть клиники, а может быть студия. Это вообще студийная кружка, понимаете? А здесь написано ВМ. Ну, то есть, такая ерунда, вообще непонятная. Вот. Ну, сейчас что произошло в результате? А, там еще куча была всяких бредней, то есть, когда я говорю, что, знаете, там эти люди, они даже образования не имеют ветеринарного, они же фармакологии не знают, они для врачей пишут инструкции, хотя они не имеют права лечить, но они пишут инструкцию для врачей, как лечить. Я говорю, как это вообще возможно? То есть, изначально люди, которые не имеют права лечить, потому что у них нет ветеринарного образования, вообще никакого, они пишут инструкции для врачей, как врачам лечить. Когда врачи говорят, так это же не лекарство, они говорят, нет, мы еще знаем, они не знают клинической фармакологии, то есть, вообще никакой фармакологии, даже слово такое фармакология не знают, но тем не менее, они пишут инструкции. То есть, значит, они должны были лечить, да, то есть, если они руководство какое-то пишут, ну нет, они это все делают. Но суд это вообще не принимает во внимание. Судья говорят, так они же вообще не врачи, они же вот биологи просто, а они пишут инструкцию. Как такое возможно? А когда ветеринарный врач с образованием, да, кандидат ветеринарных наук, фармакологию хоть как-то учил в нашей академии, да, в институте. Но говорить, что это не лекарство, тем не менее, так. Потом еще они постоянно прицеплялись к тому, что там В-12 нет. То есть, они говорили, что там нет В-12. И ставили мне в это в обвину. Хотя там есть В-12, только цвет у него красный из-за того, что там краситель налит, да. Но в составе В-12 там есть. Потому что в среде для культур клеток он есть. То есть, они взяли среду культур клеток, в которой содержится, расфасовали ее, в которой находится В-12. И в инструкции к среде культур клеток есть упоминание, что он там есть. Но они на суде доказывают, что там В-12 нету. Я просто был... Нет слов. В общем, нет слов. Я просто стоял и смотрел, думал, как это вообще возможно. Потом интересная была ситуация, когда на суде судья уже в апелляции давал инструкцию той стороне, что им надо изменить в требовании. То есть, он во время суда давал консультацию, как поменять требования ко мне. То есть, это вообще нонсенс. Собственно говоря, это один из поводов, почему тассационная жалоба была и принята. Потому что судья в апелляционном суде, он просто должен рассмотреть, правильно ли дело было рассмотрено в суде первой инстанции. Но это прям было очень любопытно. Поэтому, что я вам могу сказать? Конечно, пытаться судиться, пытаться каким-то образом... В общем, остается огромный-огромный вопрос, как мог попасть вообще... Вообще это дело могло попасть в арбитражный суд. Непонятно. То есть, это самое любопытное и самое непонятное, как могло вообще произойти. Я уж не говорю, что там в требовании написаны там фейсбуки, которые запрещены, инстаграмы. То есть, как предполагалось, что на те сайты, которые запрещены в России, нужно будет входить и что-то там менять. То есть, я уже про эти вещи вообще не говорю. Про то, что каналы... Ну, это частные каналы, которые принадлежат определенным людям. То есть, как вообще судья думал, что я приду к этому человеку и говорю, слушай, ты на своем канале видео... То есть, на канале есть... Он кому-то принадлежит, да? То есть, я приду и скажу, слушай, убери, пожалуйста, это самое... Он говорит, да ты что вообще? Это мой канал, что хочу, то выборачу. Вот и все. То есть, как вообще это подразумевалось? И они... То есть, до смешного доходило, понимаете? Я говорю, канал не наш. То есть, не клинике принадлежит. Они говорят, нет, канал принадлежит клинике. Я говорю, как это возможно? Он зарегистрирован на другого человека. На какого? Известно. Ютубу известно, на какой канал он зарегистрирован. Они говорят, нет, это канал клиники. Я говорю, как это возможно? Это не канал клиники. Он не зарегистрирован на клинику. Это можно всегда узнать. И в том числе и канал Инстаграма и там все остальные. Он не зарегистрирован. То есть нет, принадлежит клинике такой-то, такому-то юридическому лицу. Он принадлежит частному лицу. Нет, он принадлежит. И они так толдонят постоянно. Он принадлежит клинике. Понимаете? То есть ты смотришь иногда на это и думаешь, господи, куда я попал? Сумасшедший дом. Но, да, слава богу. Суд кассационный. Несколько дней назад я как раз был в Москве на конференции. Я решил, что нет, я уже пообещал приехать на конференцию. Не могу я сказать коллегам, что они меня там ждали. Сейчас собрались коллеги. Что я буду? Ну, как бы невозможно было, в общем, еще не поехать. Я не пошел на суд в последней инстанции, в консенсационный, да. И вот там оказалось, что консенсационный суд сказал, что да, что-то тут не то. Что-то тут не то. И отправил обратно на, собственно говоря, дальше. Ну, я думаю, что мы будем, мы не остановимся, да. Будем дальше продолжать это дело. То есть, до европейских судов, наверное, в будущих условиях мы не дойдем, потому что Европа куда-то делась недавно, да. Вот. Но, по крайней мере, Москва или там куда-нибудь еще, я думаю, доберемся. Ну, потому что нельзя это оставлять просто так. Я считаю, что наши пациенты не заслуживают того, чтобы их кололи, не пойми чем. Да, это их гордится не только всяких гомовитов, там, церебролизинов, там, сульфокомфолкаинов, там, ножки и так далее, всякие ерунды подобные, да. Там, вот. Хотя из этих препаратов есть что-то и препараты, конечно, да. Но колоть и так больного, и так больного, это просто неэтично, зная прекрасно, что это не лечит вообще никак. Только улучшает финансовое положение тех людей, которые это делают. Поэтому, ну, я считаю, что это плохо, неэтично, и так делать не надо. И поэтому, будем дальше стараться, да. А об этом сказать, что это тоже, потому что здесь ВМ, и поэтому это говорил не Владимир Валерьевич, это говорила клиника. То есть, вот здесь, смотрите, есть ВМ, есть, да, то есть, эти чудики, которые, как их называют, вот эти, в общем, они скажут, что да, да, выйдет какой-то чудик, и будет судья говорить, там было написано ВМ, а значит, это не Владимир Валерьевич говорил, это говорил там, глаз небесный, я не знаю, что они будут лепить в следующий раз, конечно, ну, посмотрим, что они там будут лепить. Вот, поэтому будем ждать, что-нибудь да будет, буду держать вас в курсе. Я очень рад, что огромное количество врачей интересуются этой темой, откликаются, держат с кулаки, и все нормально. Поэтому до свидания, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова